привет солнышко и рада видеть тебя на своем канале в прошлое видео в котором я показывала где найти интересные вещи в токе набрала очень много просмотров поэтому я решила почему бы мне не снять вторую часть но перед началом моего видео я хочу сказать то что у меня есть еще и второе аккаунт в ютубе поэтому я буду очень рада если ты на него подпишешься ссылку на свой второй аккаунт я оставлю в описании в комментариях ну а теперь давайте начнем первые вещи которые я вам сейчас покажу находится в этой локации в этом шкафчике можно найти вот такой классный купальник если честно вы даже себе заберу в другой стороне можно найти термос чаем меня попросили найти какой-то термос со снежинками но к сожалению я его не нашла если вы знаете где находится эта вещь что напишите пожалуйста об этом в комментариях вот здесь рядом с термосом можно найти вот такие рации ну и последняя вещь в этой локации который я покажу это вот такая вот шляпа в виде яйца на самом деле я не знаю что это такое но вещи очень прикольная а следующие вещи находятся вот в этом доме в этой локации есть очень много новогодних вещей продуктов туда же можно сделать новогодние подарки так как уже относительно скоро новый год я думаю эта тема скоро будет актуальна я не буду показывать каждую вещь по отдельности просто зайдите на эту локацию и возьмите все что вам нужно просто посмотрите какие тут милые новогодние тарелочки тут можно найти вот такую акулеле в виде груши и еще темно-красное полотенце теперь мы идем с вами в локацию общежития ну во первых здесь можно найти вот такую милую кружку инопланетянина и вот такой светильник виде нло а в другой стороне локации можно найти вот такой пенал с сердечками и ноудобук с наклейками теперь нам нужно идти в локацию детский садик тут можно найти Очень много разных игрушек, но самое главное, тут есть вот такая вот клетка с хомяком. А теперь идем с вами в робо-кафе. Сейчас я вам покажу очень странную вещь, но она очень классно подойдет для каких-то сериалов. Она находится вот здесь, и это сердце. Когда я увидела эту вещь, мне в голову пришло просто тысяча идей для сериалов. И я надеюсь, что у вас то же самое. Я, конечно, вижу это сердце не в первый раз, но, блин, оно так классно светится. Это просто теперь мой фаворит. А дальше нам нужно в локацию отель на нулевой этаж. Думаю, вы знаете то, что в этом отеле есть вот такой магазинчик, и здесь можно найти много купальников. Для меня в Токио вообще проблема найти какие-то красивые купальники. Возможно, для вас это тоже проблема, поэтому я показываю, где их еще можно найти. А вообще, ради чего мы пришли на нулевой этаж, ради вот такой миленькой кепочки на осьминоге. Теперь мы идем на второй этаж, и здесь можно найти вот такую сумочку. Но мне кажется, такие сумки в Токио очень похожи на шоперы. Я надеюсь, вы знаете, что такое шоперы. Так вот, они сейчас стали достаточно популярны, поэтому вы можете взять эту сумочку как шопер и быть самым моднявым в Токио. А еще тут есть вот такой розовый фотоаппарат, который делает снимки. Ну а на третьем этаже мы можем найти вот такую фигурку ниндзя. А теперь мы идем в локацию больницы на первый этаж. Если мы пролистаем немного вот сюда, то сможем найти вот такую милую игрушку в виде облака. А на втором этаже на полочке мы можем найти вот такой зимний шар, и я, как обычно, забыла, как он называется. А чуть подальше мы можем найти вот такую куклу, и она была в старом доме моей Оз. Теперь мы идем в предпоследний дом, который я вам покажу, это театр. Мы листаем вот сюда, и тут есть очень много всяких инструментов, даже вот такой листок с нотами. Я вам показываю эту локацию, потому что многие недооценивают это место. Но на самом деле здесь есть очень много всяких вещей, костюмов, масок, которые можно использовать для сериалов и не только. Да, конечно, Хэллоуин уже давно прошел, но здесь есть очень много масок для этого праздника. А еще тут есть вот такая волшебная палочка, и это просто мой фаворит номер два. Ну а теперь последняя вещь, которую я вам покажу, находится в этом доме. На полках есть вот такой интересный аквариум, а в детской можно найти вот такую интересную шляпу, которую можно на кого-нибудь одеть. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментариях, нужна ли вам вторая часть, потому что пока я снимала это видео, я нашла еще очень много интересных предметов, которые обязательно покажу в следующей части. Не забывайте подписываться на мой второй ютуб канал, ссылка на него будет в описании и в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, всем пока-пока.